всем привет друзья сегодня подводим итоги по нашему двухнедельному челленджу найди раскрась 100 тем и сегодня у нас тема номер 52 и это был аквариум если вы помните у меня в моей большой коллекции нашлось всего две книги в которых были иллюстрации с аквариумами и в общем то я бы раскрасила наверное в них обеих но на неделю мне пришлось уезжать поэтому на раскрашивание было меньше времени так что задействовала я только одну раскраску ну вот и одна еще осталась про запас с аквариумом на удивление получилось у нас много работ с аквариумом я не ожидала потому что учитывая мои результаты поиска аквариумах аквариумов я думала ну наверное будет немного все-таки присланных работ но нет больше даже чем с картой наши предыдущие темы 96 иллюстрации ну почти сотню набрали так что я удивилась есть у нас иллюстрация джиана бэсфорд причем из нескольких разных ее раскрасок татьяна богема тоже хорошо так присутствует в этой галерее диана дюфур эмили оберг тоже не часто ее иллюстрации раскрашивают к челленджу вот еще у нас есть раскраска лесная девочка вот этот лисенок с угами или с угами как-то так и неизвестна мне раскраска спуки тоже несколько иллюстрации есть раскрашенных какая-то довольно большая часть у нас это разные вариации на тему коты и аквариум да вот потом есть у нас русалки тоже с аквариумом связанные конечно же аквариум как часть интерьера ну и какие-то фантазийные сюжетики в общем довольно интересно получилось большинство аквариумов у нас почему-то золотой рыбкой вот типичный образ круглый аквариум и золотая рыбка в нем ну счастье есть у нас и другие нетипичные аквариумы нетипичной формой конструкции вот и есть парочка с другими рыбками не только золотой рыбкой в общем я довольна нашими результатами тема была такая трудная вот ну тем не менее вот такой хороший результат у нас получился давайте покажу что же раскрасила я конечно все таки выбрала эту раскраску так как у меня неделя только была на раскрашивание вот вторая раскраска это если помните айве чернильная бабочка очень детализированная картинка ну и честно говоря вот это мне как-то она ну больше привлекала она такая прикольная это раскраска и иллюстрации здесь и по нашему челленджу я за этот год довольно хорошо продвинула эту книгу и даже я умудрилась раскрасить разворот думаю раз уж одну раскрасила ну чего уже 2 оставлять врус похоже тематика время оставалось так как здесь ну довольно быстро мне раскрашивалась поэтому сделала 2 вот здесь был протекшие фломастер с вот этой вот иллюстрации поэтому фон я решила сделать темный он какой-то непонятно выглядит на камеру какой-то пятнистый но в реальности он довольно равномерный вот не знаю на камере вижу какой-то он синеватый но на самом деле он такой холодный зеленые как вот голубые ели да такие вот есть зеленоватый но холодный с примесью голубого коты здесь были нарисованы и ну вообще так смехотворно особенно этот здесь только присутствовали глаза но и вот это вот часть обозначающая что вот здесь вот рот нос пришлось полностью ему физиономию ну дорисовывать чтобы был похож на кота а не просто вот какой-то ну и этот он тоже был довольно страшненький какой-то нарисованный пришлось немножко его переделать и использовала черную гелевую ручку чтобы ну закрасить какие-то здесь были линии непонятные вот поэтому чтобы не было заметно вот как гелевая ручка блесит пришлось закрасить все и даже вот эти вот подрисовать потому что ну ничего тоже не было но остальное все было конечно же легко фон это гелевые мелкие опять же вот ну рыбки тоже они довольно легкие здесь такие мультяшные ну в общем то я довольна своим разворотом и было как так его весело раскрашивать несмотря на вот то что надо было самой этих морды кошачьи прорисовывать вот и целый разворот закончен в этой книге еще один ну что же давайте посмотрим теперь на все присланные работы на всех этих рыбок котов аквариумы русалки и другие персонажи поехали русалки и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 и они раскрасили. За счет всего этого у нас получилась довольно объемная галерея со множеством работ. Напоминаю, если кто новичок, присоединяйтесь, читайте правила под видео. Не присылайте мне иллюстрации от искусственного интеллекта. Я уже объясняла, почему я не хочу принимать такие работы. Поэтому будьте внимательны. Конечно, бывают какие-то раскраски, где автор не указан и непонятно. Но если они выглядят как человек нарисовал, то, конечно, можно их принимать. Но если явно даже указан, что это искусственный интеллект или некоторые иллюстрации, но они прям видно, что это не человек рисовал, то, пожалуйста, не присылайте. Не хочу пропагандироваться. Вот это вот, ну, как бы, да. Я вообще не понимаю, какую ценность представляют такие иллюстрации, потому что, ну, делаются они очень быстро. Никакого креативного труда они не требуют, да, никакого таланта. Вот. Вот. И отбирают хлеб у настоящих иллюстраторов, которые вот сами рисуют, сами что-то придумывают. Так что, ну, вот, все-таки советую, раскрашивайте иллюстрации и покупайте, да, от реальных иллюстраторов, художников. Вот. Они влаживают какой-то труд в эти рисунки какой-то свой креатив. Ну, ладно. Вот такое небольшое отступление. А сейчас, что же, как всегда, давайте определимся с новой темой. В последнее время нам попадаются темы прям вот одна за другой, какие-то такие сложноватые, которые не так легко найти в раскрасках, не так, чтобы они прям попадались в каждой второй раскраске. Ну, вот, не знаю, что нам выпадет на этот раз. Смотрите, как уже уменьшается количество, да, тем у нас. Вот. Я, конечно, не помню все темы, какие у меня там остались. Иногда вытащу какую-то тему и сама удивляюсь. Не помню, да, что придумала. Вот. Ну, думаю, есть там еще какие-то более такие легкие темы. Ну, что ж, давайте узнаем. ну, вот, даже не знаю. Ну, наверное, все-таки это полегче тема, чем аквариум. Чайник, да, причем, чайник, вот, заварочный чайник с чашками, такие сервизики. Ну, и чайник, который можно кипятить воду, собственно, да. Ну, давайте включим сюда еще и самовар, да, хотя это не совсем чайник, ну, если вдруг тот найдет интересную иллюстрацию, там самовар, ну, можно тоже раскрасить. Вот. Ну, я помню, у нас был марафон, да, давно, чай вдвоем. По-моему, одна из первых таких вот тем, когда я только начала марафон, вот, и тогда тоже многие раскрашивали чашечки, чайнички, вот, ну, и теперь вот тоже. А так я ничего не могу припомнить. Ну, вот опять же, это моя раскраска с котами, это забавный, там точно есть чайник, так что, не знаю, ну, поищу, думаю, что найду что-то еще, отправляюсь на поиски и увидимся через секунду. Ну, что, друзья, могу сказать по теме чайник, действительно, она полегче, чем наш предыдущий темы, карта или аквариум. Нашла я довольно много картинок, хотя, ну, не все они мне одинаково нравятся. Вот, и первое, не знаю, почему я не вспомнила, конечно же, это Алиса, да, чаепитие, вот это их известно, и вот эта вот раскраска от Forest Diver, здесь прям одна за другой, иллюстрации с чайником, и, можно сказать, одна краше другой. Ну, вот одна из моих любимых, чеширский кот, и вот здесь мы видим чайник, да, в окружении, даже два, вот еще один. Дальше, Mad Hatter, да, так, вот здесь чайничек выглядывает, тоже одна из моих любимых иллюстраций в этой раскраске. ну, а Даши можно листать, да, наверное, по порядку, прям, вот этот заяц, ну, кролик, вот смотрите, чайники, дальше, вот это мне тоже очень нравится, прям, вот такой необычный сюжет, да, чайник, и мышка спит, и здесь прям смотрите, сколько чайников, ну, прям, вот говорю, кладезь чайников, вот эта раскраска, ну, думаю, и в других раскрасках по теме Алисы тоже можно найти, ну, вот это, Катый, опять же, как я и вспомнила, да, здесь есть вот такой разворот, по-моему, я вот и думала его раскрасить по теме чай вдвоем, может быть, может быть, что-то другое было, не помню, ну, вот он, чайник, здесь есть, эта иллюстрация мне не очень нравится, потому что здесь очень много вот этого вот, как бы, пара, да, и, ну, не знаю, не крайне, не красиво получится, просто какой-то, на полстранице какой-то пар просто, ну, не знаю, но если заканчивать раскраску, то, конечно, придется раскрасить эту картинку, Ink House, моя версия, это Coloring Heaven, есть отдельная книга у многих, а здесь две тоже, смотрите, вот такая милая картинка, прям, столько много чайничков, разного дизайна, несложная картинка, так, а вторая, а вторая тоже очень милая, смотрите, вот, этот, многие раскрасили по теме, жираф, я знаю, ну, вот здесь у нас чайничек, единственное, что здесь вот этот большой какой-то фон, чтобы там придумать, да, Кристин Кэра, Хэллоуинская картинка, тоже, некоторые раскрасили, по-моему, по теме, паутина, нет, тут паутины, а, да, вот паутина, или метла, тоже была она с тема, ну, есть тема чайник, смотрите, на одной иллюстрации, сколько тем, да, присутствует, ну, чай, и в том числе, и чайник, если кто еще не раскрасил, вот, пожалуйста, хотя, конечно, в преддверии уже Рождества, Нового Года, кому захочется Хэллоуин красить, я не знаю, еще одни коты, корейская, тоже милая, очень иллюстрация, вот такая, ну, и вот у нас тут чайничек, печенюшки, кружечка, милая, очень картинка, Анкл Том Стори, читает, Зен Дудл, Диляра Голубятникова, не так давно я в ней раскрашивала, результатом осталось довольно, но не довольно бумагой, на ней очень трудно раскрашивать, ну, вот есть картинка с самоваром, ну, конечно же, я сказала, что можно самовар раскрашивать, ну, по идее, вот, если есть самовар, то сверху на него, там же, чайник, да, присутствует, ну, вот такая есть версия с самоваром, дальше, я хотела что-нибудь, вот, китайско-японской тематики, посмотрела свои раскраски, ну, думаю, там же, вот, чай уже давно пьют, должны быть, наверное, какие-то картинки, ну, да, нашла, но, не нравятся они мне, вот, это очарование древней Японии, я с удовольствием пораскрашивала в этой раскраске, для разнообразия, да, давно ее в руки не брала, ну, вот, по этой теме, вот такая картинка, и как-то она мне не нравится, ну, вот, здесь у нас чайник, раз, непонятно, что вот это, вот, веера, или, что это за вставки, два, вот, вот это мне непонятно, что здесь как-то нарисовано, ну, извиняюсь, немного коряво, да, не знаю, вот, а так бы я, раскрашивала в этой раскраске, вот, ну, так как эта картинка, что-то она мне не привлекает, ну, вот, вторая китайская раскраска, тоже давно мне не раскрашивала, есть вот такая вот картинка, и опять же, она мне не очень нравится, ну, вот тут вы чайник, тут слегка только виднеется кружечка, но сама иллюстрация в целом мне не нравится, какая-то она непонятная, что вот это вот валяется здесь, просто зонтик, тут вот это вот, что это, ну, не знаю, здесь есть намного более интересные иллюстрации, вот, которые хотелось бы раскрасить, но не эту, ну, и последняя, тоже корейская раскраска, принцесса, здесь прям тоже разворотиком, вот это вот, я ее, помню, выбирала по какой-то другой теме, что-то из вот сладкого, это была тема, или что, ну, вот есть у нас чайничек, да, и опять же, здесь тоже есть эта симпатичная барышня, и вот чайник она держит, ну, вот тут как-то немного непонятно нарисовано, но вообще рисовка, если присмотреться, конечно, она сложноватая какая-то, вот цветы как-то, немного корям нарисованы, да, ну, в целом, неплохой выбор, ну, конечно, мой фаворит по этой теме, это вот, Алиса, да, много иллюстраций, моих любимых, которые хотелось бы раскрасить, так что, скорее всего, за нее возьмусь, ну, а там посмотрим, зависит от настроения, от времени, ну, думаю, у вас тоже не возникнет проблем, именно по этой теме, довольно легкая она, как оказалось, да, вот, только не забудьте, не просто чашка с чаем, кто-то пьет, должен быть где-то чайник, тоже, на картинке, ну, вот, на сегодня все, тогда, до следующего раза, пока!